ребят всем привет такой у меня спонтанный выезд ненадолго и недалеко буквально ну километра полтора наверно от моего дома здесь во первых поле скосили недавно во вторых пошел сильный дождь и вот возможно тут как-то что-то будет пробиваться получше посмотрим сейчас гремит гром еще до сих пор вот а сейчас капану нифига не это самое не промочила землю такая же сухая как было так и осталось без селфи палки не знаю получается снимать нет посмотрим вот и почему захотелось проверить это место потому что во первых сейчас покажу так во первых во первых вот это вот миллиардационная канава заросшая а в этом месте примерно шла старая старая дорога населенный пункт он там но ближайшие это там но уже он разросся там была деревня и как раз вот окраина его вот здесь где-то окраина вот а вон те тополя вот машина и за машиной тополя там были пагаузы так называемые вот и вообще где работали немцы это военнопленные это мне вот рассказывали местные старожилы и доказательство тому здесь была вот на поле найдена немецкая зажигалка вот из монет то что я вот там ходил где давно давно ходил я там где-то поля из монет там только советы монет как бы вот царских там это нет это военные времена были там построены и вот эти вот как бы склады и там вот разгрузка-погрузка там как бы военнопленные производили гремит гремит так а я хочу здесь все-таки походить и понять вот все-таки дорога шла здесь не шла и вот если будут находочка какие-то знать все-таки дорога была потому что населенные пункты здесь далеко все поснимаем сейчас не пропадающий сигнальчик одной рукой найдем гром гремит проволока толстая алюминиевая проволока какой-то интересный двойной сигнал странно вот я посмотрим интересно вам слышно что гремит я вот тороплюсь уже немножко потому что погремливает но разведать место надо чтобы не возвращаться так ребят что-то мы вынули сейчас посмотрим экшн камеру кстати не проверил настроена не настроена она надеюсь будет видно сейчас проверю что-то есть так сейчас посмотрим копаемся опа смотрите ну совете на короче видно нет вот она пять копеек пять копеек а ну как всегда распространенный год лопаты херакнул блин так лопаты фигахнул немножко ну ладно 1931 год пять копеек советские вот я говорю что здесь вот все-таки советские такие 31 вот довоенные времена вижу какая-то было все таки ладно сейчас быстренько ходим дальше посмотрим что покажет еще полчаса хожу блин что проволоки много попадается пробки на поле пятачок 31 год попал 20 минут примерно полчаса уже хожу один шмурдяк попадается но все равно пока вот вроде гроза уходит сторону пока похожу блин короче меня облепили какие-то летающие муравьи охренеть да еще и гроза подходит хороший сигнал блин уже к машине пробираюсь потихоньку сейчас попробую быстренько выкопать чё там выкопали ищем так ветер такой нормальный поднимается но где давай капать начинает дождь а вот а господи и просто гильза какая-то интересная гильза коротенькая стрелянная гильза интересно я таких вроде не находил небольшая какие-то хреновины блин были летающие муравьи точно какие-то е-мое у них какая-то вечеринка вилять тут блин очередной непропадающий сигнальчик хожу под моросящим дождиком пока сигналы идут будем копать мышь не сахарная не растаем так ищем 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 опа 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 пятачок еще один второй 1953 год смерть сталина вроде интересный так не будем задержаться идем дальше экшн камеры даже уже не включал потому что блин очень много шмурдика попадалось а тут нежданно-негаданно две копейки вылетела о 20 сейчас двадцать восьмой год такой сохран неплохой хотя нет тут подсъедено немножко вот была бы на двадцать седьмой бы вот я бы съездил вообще бы классно тогда но все равно прикольно вот советские монетки попадаются это неплохо конечно знать все таки ток вот такой довоенное время есть какое-то было все-таки до обрабатывали поле вручную теряли монетки сейчас естественно трактор косит один комбайн и все летают всякие жужелицы лана пока слышно нет вам как гремит короче сейчас еще быстренько хожу и сваливаю два местных корову привели травку покушать под дождем минус экшн камеры блин короче онлайн я копал думал что снимает нажал кнопку оказывает уже звук одинаковые включение и выключение одинаковый звук блин сделал это на си джекам 4000 думал включил снимал оказывается нифига и вот он короче монетод прямо торчит на совете сейчас посмотрим что за состояние это конечно не веселая кривая вся год подожди в экране год не скажу прям вообще стерт сильно вот ты копейки в общем убитые в общем дождь идет завязываю я ходить ну все равно прикольно походил я под моросящим дождем ничего страшного все-таки теория моя не подтвердилась потому что если бы это все-таки была дорога которая на карте 1852 года тогда бы были бы находки все-таки потому что от от этой деревне получается дорога шла там еще деревня курил кого называется и получается что она где-то в другом месте шла и скорее всего за вот этой вот милирационной канавы которая заросла а то поле не косится там они не ходить вообще невозможно так что эта затея вообще откладывается надолго но вот советские монетки здесь можно походить поискать поле огромное и получается два пятачка три копейки и патрончики нашел здесь и очень много проволока попадалось естественно это даже но не буду выкладывать и не снимал часть этого всего ну вот и получается что за какое время то получается примерно и это все я нашел примерно за часа полтора наверно а лазил я буквально вот получается то тут участок метров может быть 300 на 200 может вот такой квадрат я походил можно походить ребят так что сейчас дождь идет опять кстати такой спонтанный выезд у меня сегодня чисто разведывали без салфи палки снимаю говорю не говорил не помню уже в общем не знаю как получится выложу ролик все таки я три монетки нашел вот посмотрите все дождь усиливается а я сваливаю домой и до новых встреч в эфире мы будем снимать ролики про коп выкладывать и надеюсь очередной выезд у меня будет поинтересней и с друзьями друзьями веселей один не люблю копать вообще так что до новых встреч в эфире пока удачи мчс прислали смс-ку что идет сильнейшая гроза порывы ветра в этот раз вроде не обманули реально так все засинялось хорошо все валим домой